Уважский каратист вернулся с наградами с чемпионата Европы. Он проходил в Румынии. Юный спортсмен Владимир Михеев привез домой бронзовую, серебряную и золотую медали. А в обедах, которые даются непросто, Рифат Фадкулин. Давай, прыгай! Сила, ловкость и правильная тактика. Вова Михеев на татами 7 лет. В карате пришел, мечтая стать сильным и ловким, как Брюс Ли, кумир миллионов. Он только окончил второй класс, а сверстники уже его остерегаются. И напрасно. Силу Володя применяет только в бою. Но девочек в обиду не даст. Чемпионат Европы по карате уже 20-й в активе каратиста. Несмотря на юный возраст, движения и удары отточены совсем не по-детски. Сам Вова победе очень рад, хоть и признает, что пришлось преодолевать трудности, причем скорее моральные. Стараюсь не волноваться. Но на татами выходишь, все равно страшно. Сложное в том, что ты не знаешь, какой он удар будет делать. Мне на чемпионате Европы помогала поддержка родителей, поддержка тренера. Стремительные атаки и разящие удары. Чтобы продемонстрировать все, на что способен, Вове пришлось немало поработать с тренером. В финале он делал «Унсу». Ката «Унсу» – это одно из сложнейших ката в Сютакане. Имея всего-навсего синий пояс, он, в принципе, очень достойно исполнял это ката. Ну, конечно, пока немножко уровня не хватило, но ничего страшного. Он будет постепенно развиваться, будет расти и будет дальше побеждать. Благодаря, во-первых, чему? Во-первых, своей настойчивости, конечно. Да, тому, что он вот очень усердно так может заниматься. И причем по многу может заниматься. Благодаря тому, что он прошел школу гимнастики. Он занимался гимнастикой с четырех лет. Стать сильным, смелым и справедливым – именно такой свод правил предписывает карате спортсменам. Это и побудило родителей Владимира отдать его в единоборство. Владимир в школу гимнастики тоже призовые места занимал. И в карате тоже начал сразу побеждать. У него вишни медали. Сколько уже? Больше 40 медалей. Он побеждал в таких больших соревнованиях в Сербии на чемпионате мира, в Белоруссии на чемпионат кубок мира. Он занимается целеустремленный. Сам говорит, папа, давай выходим, позанимаемся, на заливы бегаем. И все от него зависит. Сам молодец. Несмотря на юный возраст, Володя уже пример торжества силы духа. У юного каратиста не за горами следующие соревнования. В конце сентября в Анапе пройдет чемпионат России по всестилевому карате, с которого подопечные Республиканской Федерации тоже планируют перевести награды. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.